Книга открытым оком. Вопрос 3222, 18 том. Тема мусульманства. Часть 2. Можно ли догадаться о каких библейских событиях говорится в Коране? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. С немалым трудом. Коран, 2 сура, 246 аят. Разве ты не видел знать сынов Израила после мусы, как они сказали пророку из них? Пошли нам царя, тогда мы будем сражаться на пути Аллаха. Он сказал, а может быть, если вам будет предписано сражение, вы не будете сражаться? Они сказали, а почему бы нам не сражаться на пути Аллаха, раз мы изгнаны из своих жилищ и от наших детей? А когда предписано было им сражение, они отвратились, кроме немногих среди них. А Аллах знает неправедных. 247 аят. 248 аят. «Аллах испытывает вас рекой, и кто выпьет из нее, тот немой, а кто не вкусит ее, тот мой, кроме тех, кто зачерпнет гость рукой. И пили из нее, кроме немногих среди них. А когда перешел он и те, которые уверовали с ним, они сказали, нет мощи у нас, жалутом и его войсками. Сказали те, которые думали, что они встретят Аллаха. Сколько небольших отрядов победила отряд многочисленный из-за зваления Аллаха. Поистине Аллах с терпеливыми». 250 аят. «И когда они показались перед жалутом и его войсками, то сказали, Господи наш, пролей на нас терпение и укрепи наши стопы, и помоги нам против людей неверных». 251. «И обратились они их в бесство за зваление Аллаха, и убил Дауд Джалута, и даровал ему Аллах власть и мудрость, и научил тому, что ему было угодно. И если бы не удерживали не Аллахом людей друг от друга, то пришла бы в расстройство земля, но Аллах обладать и благостья для миров». Харун Аарон. Книга Судей, 7 глава, 6 стих. Читаем в Библии. «И было число лакавших ртом своим с руки триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду». Иеремия, 8 глава, 8 стих. «Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников его превращает в ложь». Стихотворение. «На смелых и честных охота открыта. И, как дознаю, не по осени хмурой, с минуты, как ангел не петь стал, а рыкать, тогда человечеству было лишь утро. Не знаем, каким был ухоженным Авель, и чем досадил он сильнейшему брату. Нож был наточен, припрятан ли камень, но пастор овец не вернулся обратно. На скромных доверчивых сети раскинут. Задания киллером на тысячелетия. Но павшим за правду слагаются гимны. На них не повисли коварные сплетни. Отец мой поведал о ранешних людях, когда их легко раскулачить сумели. Пять лет было вне, но хотелось так плюнуть. Уграбителей подлых, ограбивших смелых. И всякая власть, мусульман, христиан, буддистов, язычников, даже туземцев, Не любят прозревших, выводят за стан, побив распускает позорные ветви. Скульптуры убитых на постаменты, канонизируют, слепят акафист. Их мощи изрезать поганцы посмели, на дни почитания вывеся в график. А там и тогда-то, где жили герои, их били толкаев, зашели с подножкой. Потом их могилы умильно разроют, не тление залижут, представить все тошно. А ныне, не где-то, а рядом с тобой, ломают устои прокисших традиций. Чего же стоишь и не ринешься в бой? На помощь, да лучше бы тебе не родиться. За чистую веру, за Библию суть, вступись, и Господь не покинет смиренных. Все-все мы воскреснем, пристанем на суд, а кто бы излив, тот при жизни в гиене. 2006 год, Игнатий Тихонович Лапкин